Уважаемые юные ореховоды, партнеры, не совсем юные, Ваши обращения в электронном виде или звонки являются своеобразным индикатором ситуации, после 27 апреля, когда был жесткий заморозок, поступило более 100 электронных писем, несчитанное количество звонков, сейчас снова есть масса обращений, обращения такого типа, вот я посадил орехи год, два, три назад, в этом году, И вдруг начали чернеть листья, появились пятна, вдавленные на побегах, что это такое? Значит, это следствие грибных заболеваний, этот год, на моей памяти, лет 15 такого прекрасного года не было, природой Бог подарили нам отличный год, осадки вовремя, как по расписанию, Однако, все это, повышенное количество осадков и температура вызывает массовую вспышку грибных заболеваний, антракноза, значит, будем говорить о марсониозе, значит, будем говорить о бактериозе, И о другом комплексе, о котором даже, скажем, малые пишут, значит, что происходит, когда спрашиваешь, а вы хоть раз обработали медь содержащими препаратами? Нет, значит, в такие годы, особенно молодые насаждения, которые плохо продуваются, надо обработать медь содержащими препаратами, Это Купроксат, Купрокстар, Купромакс, Касайт, ну и вся Чемпион, Чамп, вся эта семья, или Бордовской жидкости, но Бордовской жидкости уже забыли, как надо делать, и зачастую в процессе приготовления делают ошибки, и очень много ожогов Я не говорю вам о концентрациях, назвал вам препараты, идете в ближайший агромагазин и говорите, что мне нужно медь содержащий препарат мягкого действия, потому что листья очень нежные, после дождей, они могут повреждаться не только болезнями, они могут повреждаться и вашими опрыскиваниями, если они неумеренны Когда опрыскиваете, не надо обмывать, чтобы текла с него жидкость, надо опрыснуть, чтобы на равномерно покрыть поверхность, не только листьев, но и побега обязательно, побега обязательно должен быть покрыт тщательно И такие обработки надо производить периодически, ну хотя бы после каждого дождя, не ленитесь, и успех будет сопутствовать вам Кроме этого, зима была очень мягкая, и сохранилась масса вредителей, как и болезни Значит, и то, что мы обычно имеем, значит, древесницу въедливую, с ее проблемами, в этом году будет вспышка Поэтому надо делать обработку, ну, каким-то более мощным инсектицидом, типа актора, типа протиус, конфидор Значит, можно делать обработку с каким-то стимулятором, типа террасорба Концентрации тоже там, где будете брать, спросите, и надо будет обрабатывать хотя бы раз в 15 дней Но не одновременно с медсодержащими препаратами, потому что медь, она инактивирует действие инсектицида Делайте как положено, и успех будет сопутствовать вам Работаем! Редактор субтитров А.Семкин